Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Хочу изготовить несколько книжек, ну, живых таких, в переплете, на бумаге, все как положено. Ну, которых, в общем-то, сейчас не достать и вряд ли их когда-то уже и напечатают. Ну, а мне хотелось бы их иметь в твердом виде. В общем, поизучал YouTube, нашел ролик, ну, в котором, значит, и делают книжки. Ну, и решил изготовить тиски наподобие тех, что были в ролике. Ну, там из фанеры, но у меня, поскольку тут мастерская, то все как бы есть. Инструмент сделаю я сразу уже, ну, как бы так, это довольно прилично. Изучил я YouTube, нашел ролик, в котором показан процесс изготовления книжки. Используются там переплетные такие тисочки. Ну, вот решил я изготовить по аналогии. Ну, только что там из фанерки, попроще. Но у меня есть вот остатки дуба. Я буду вот из него все это дело изготавливать. Кстати, вот для любителей столярки, сразу я сделаю лирическое отступление. Вот тиски Моксона, они тоже, как бы, весьма и весьма близки, или, скажем так, они близкие родственники переплетных тисков, ну, которые используются в этом деле. В общем-то, надо бы снять на эту тему ролик, но все никак нету подходящего настроения. Это важно. Недавно перечитывал я мемуары барона Мюнхгаузена. Не пересказ для детей, а эти нормальные мемуары. И вот, значит, барон что пишет, что он всегда достигал успеха, потому что придерживался двух правил. Первое правило, не начинать никакое дело без подходящего настроения. А второе правило, неуклонно придерживаться правила номер один. В общем, рассказывать про тиски Моксона у меня настроения нету сейчас. А вот сделать небольшие переплетные тисочки настроение есть. Все тут делается очень просто. Из инструментов, ну вот, в моем случае, как у меня есть подходящего размера обрезки, ну, можно использовать шуруповерт. Ну, это если не как бы гнаться за какими-то изысками. За этими изысками я погонюсь чуть позже. Но, в принципе, может хватить одного шуруповерта. Поставил я вот такое вот сверло диаметром 25 мм для того, чтобы просверлить небольшие углубления для шляпок-болтов мебельных. Потом там останется такая центральная точка, которая носик вот этого сверла оставит. Ну, и можно будет уже продолжить сверление диаметром 8 мм. Вот это вот болты-восьмерки. Поставил я сверло восьмерку, буду сверлить насквозь. Ну, и снизу видно у меня, наверное, установлена жертвенная доска, чтобы на выходе не рвало сверло. В общем-то, практически и все. Можно, в принципе, забить болты снизу мебельные, взять какие-то эти гайки-барашки и будут готовые тесочки. Это если не заморачиваться, но я решил заморочиться. Поэтому сделаю приличные барашки плюс деревянные шайбы сделаю. Сделаю я такие козырные дубовые барашки. Ну, вот на станке с ЧПУ установил я туда спиральную фрезу Ротисовскую шестерку. Про нее можно сказать словами этого Леонова в фильме «Джентльмены удачи». Сколько я зарезал, сколько перерезал. Сколько она у меня уже перерезала, я даже не знаю, но еще ходит. Ну, все, включаю я вытяжку и запускаю вот эту вот шайтан-машину. Ну, вот получилось два барашка и две дубовые шайбы. Обогнал я барашки радиусной фрезой, слегка пошлифовал. Вот такие вот они получились. Ну, уже заморачиваться так заморачиваться. Чем-нибудь надо уже все это дело покрыть перед тем, как собрать. Покрывать буду вот такой вот бесцветной жидкостью. Что это такое, можно узнать в моем телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании к этому видео. И в закрепленном комментарии. Значит, ну вот, берем. И вот что у нас происходит. Вот что происходит. Вот такая красота, магия, волшебство. Высохло масло. Ну, в общем-то, готовы мои переплетные тиски. Сделал я вот четыре шайбы по два комплекта. Вот такие вот тоненькие и толстенькие. Дабы я мог зажать. Ну, в довольно большом диапазоне. То есть, тут получается от нуля. Ну, в общем-то, толще книги я вряд ли буду делать чем. Ну, вот такой размер. Ну, а если вдруг мне и приспичат, то закажу уже длинные болты. Заказал я себе в комплект к этим вот тисочкам коврик для резки. Это формат А5. Ну, у меня получается принтер А4. Соответственно, в два раза А4 сложенный. Получается формат А5. Какой-то другой формат я использовать не буду. Поэтому никакого универсального решения я не делал. Сделал вот так вот все по-простому. Значит, что хочу сказать. Я в описании к этому ролику оставлю ссылку на видео, по которому я делал вот эти вот тиски. Ну, и там уже ролик где-то 45 минут, наверное. Может быть, около того. И там дедушка показывает, как все это дело делается от начала до конца. Вот, так сказать, распечатки книжки на принтере правильно. Как потом шить, как потом переплести. Вот. Ну, а я думаю, что на этом у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. До свидания.